Итак, друзья, срочное включение. International идёт полным ходом, и прямо перед Гранд Финалом, как мы и говорили с вами, Valve анонсировали нового героя. И этим новым героем оказался Кестрель. Да, тот самый птица-самурай, о котором мы говорили в многих роликах до этого. Что ж, Valve уже выложили трейлер на своём официальном канале, поэтому предлагаю вам сейчас вместе его посмотреть, а потом, так сказать, поделиться реакцией и мыслями, которыми вызывает этот трейлер. Погнали! Итак, друзья, официальный трейлер Кестреля смотрим с вами в 4К. Погнали! Так, тут мы уже с вами видим Империю, финальное заместо, так сказать, четвёртого акта. Ну, красавец, красавец. И да, это всё. К сожалению, трейлер длится всего 0,52 секунды и, ну, как-то вот так вот получается. Что из интересного можно заметить? И по вайбу, как мы можем обратить внимание, персонаж нам напоминает что-то среднее между, знаете, Джиггернаутом и, мэйби, Пангольером. Что-то вот такое вот в нём есть, типа такое вот ловкое. Спускаясь вот так вот он... Ну, похоже на трейлер Пангольера, который когда-то нам был уже показан, но модель, как мы видим, уже готова. Персонаж уже полностью готова. Это вам не трейлер Рингмастера, где нам показали только просто какую-то коробку рандомную, непонятную, откуда она вообще там взялась. Здесь полноценная моделька героя. И спешу вас сразу обрадовать, этот герой выйдет не в 2026, не в 2025, он выйдет вместе с четвёртым актом. А четвёртый акт нам обещали сразу после Интернешнл. Точнее, не сразу, а после Интернешнл. Насколько после, к сожалению, пока что неизвестно. Так, собственно, в самом описании подтверждается, что герой выходит вместе с четвёртым актом для того, чтобы сразиться с Королевой Империей. Ну, это, в принципе, и так было ожидаемо. И удивительно, на самом деле, что это не Бакет оказался, потому что у нас же было, помните, два варианта. Это либо Кистрель, либо Бакет. Потому что у Бакета уже была добавлена иконка. Помните, такая розовая птичка такая, я вам показывал её. Иконочка уже была создана, причём Валвы её апдейтили. Сначала она была вот так вот выглядела, я сейчас на экране вам покажу. Потом она стала выглядеть вот так. То есть, как бы была мысль о том, что, блин, ну раз Валвы её обновляют, значит это точно он будет. А в итоге Вэлв нас заскамили в хорошем смысле. То есть, они понимали, что игроки занимаются датамайном, они смотрят эти иконки, чекают. И, так сказать, дали нам ложный след. Это прикольно, на самом деле. Не то, чтобы это прям какая-то ошибка, потому что Кистрель мы тоже, конечно же, рассматривали. Был ещё вариант с Краул, но Краул старый, маленький, не такой уж выразительный персонаж. А вот Кистрель, как молодой лидер Козураев, выглядит, на мой взгляд, прекрасно. Нравится мне его и дизайн, нравится мумен, как он двигается, анимации пока что. Ну, всё прикольно. И называется, кстати, он Кеза. Видите, такой вот. Типа, не Кистрель, полностью пишется Кистрель его имя, а здесь вот сократили до Кеза. Вот этот его, я так понимаю, логотипчик нелетающих птиц. Кстати, как вы относитесь к заводу? Думаю, никто не станет спорить, что это работа мечты. Но что вы слышали о скин о заводе? Не слышали? Ну что ж тогда, внимайте, на Эпик Луте появился самый настоящий завод по производству скинов. Заходишь сюда каждый день на протяжении всей осени и качаешь свой собственный завод во временном ивенте и кайфуешь. Работает это очень просто. Улучшаешь стоимость производимого скина и забираешь его каждые два часа. Ну или хукаешь ящики за клокверка и выбиваешь оттуда халявный призы. Все эти действия делаются за шестеренки, и получить их можно только бесплатно. Их реально не получится купить, там выбить или еще как-то. Только бесплатно каждые три часа. Ну а получаемые скины чини в мастерской и вводи себе в стим. Тут же ты найдешь и новый боевой пропуск, в котором можно получить по Аркане за каждый пятнадцатый уровень. А за прохождение всего батлпасса тебе дадут гарантированный ДК-хук или Аркану на ВК на выбор. Здания, к слову, очень простые. Кстати, не забывай про Инт. Если ты будешь смотреть его у Эпиков, то за это тебе выдадут халявных сундучков. Ссылку на все это временное добро я оставлю в описании. Ставь ролик на паузу и забирай халяву прямо сейчас по ссылке снизу. А еще тут что-то написано. Мидас из Abomination. Я, кстати, только сейчас это заметил. Что же ты можешь знать? Abomination это типа как поганище вроде бы. Давайте уточним точно. Abomination это мерзость, гадость, гнусность, отвращение, омерзительное. Может быть это тизер нового героя? Как вам такое, друзья? Не, правда, а зачем тогда эта надпись? И почему именно такая типа Мидас? Это отвратительно. С чего бы? Вот еще на флаге написано Unity in Flight. Это, короче, флаг получается у нас здесь Империи. Сестры Винги. Вот она здесь стоит. И, как вы знаете по сюжету, Кистрель вместе с Вингой и Скаймагом и прочими друзьяшками столкнутся в зарубе против Империи. Ее охраной будут штурмовать ее летающий замок. Так, а посмотрим, что здесь еще на стенах написано. Flightless Rise. Короче, идея-то в чем? Что Империя и все вот эти вот ее гвардейцы, Скаймаги, типа, они летающие. Ну, это для тех такой краткий лор, для тех, кто не знает. Они летающие, живут там у себя в летающем замке и кайфуют. А на земле живут другие птицы, которые не умеют летать. И вот этих нелетающих птиц ущемляют. И вот они решили, короче, устроить, так сказать, бунт. И, собственно, здесь мы видим что-то вроде их агиток. Вот здесь вот Flightless Rise. Типа, нелетающие поднимаются. Ну, само собой, это надо будет еще более подробно рассматривать. Здесь видно, кстати, вот эту самую гвардию этих Скаймагов. Трейлер четвертого акта и трейлер нового героя Валва как бы совместили в одном. В принципе, тоже как бы оно и ожидалось, что это все между собой связано. Новый герой и четвертый акт. И я, знаете, изначально думал, что вот, Кестрель выходит. И это вроде как, по идее, будет уже последний герой для дота. Как бы это печально не звучало. Дело в том, что Кестрель, то есть птица-самурай и рингмастер, которые и кей-папит-мастер, это были последние персонажи, которым были адресованы реплики многих героев, которые не адресованы как бы никому изначально были. То есть Валва заготовили эти реплики, допустим, для того же Марса или для Врейс Кинга, допустим. И все они были адресованы как раз-таки рингмастеру и птице-самураю. То есть нету больше реплик, которые никому не адресованы. Понимаете, в чем ситуация? И из-за этого такая вот мысль появилась, что, возможно, Кестрель и рингмастер это уже последний герой для дота, потому что никаких предпосылок для следующих героев уже больше в доте нет. И вот эта вот надпись, Медас из Abomination, как бы намекает, наверное, на то, что все-таки, ну, наверное, не последнее что-то. Может быть, мы когда-то увидим самого Медаса в доте. Царь Медас, чувак, который там, типа, рукой превращал всякие предметы в золото. Конечно, очень странно, но надпись-то явно здесь не просто так, как мы уже знаем. Вы уже, наверное, поняли, что я все-таки не шиз, и предикты сбываются, которые... Ну, это как бы не то, что мои предикты, это все-таки основано на датамайне, на репликах, и не шиза. И я думаю, вы это уже поняли. Поэтому, видимо, все-таки будет, наверное, еще один какой-то герой, но так и непонятно, в каком формате будет четвертый акт, будет ли это новый ивент, и что это вообще будет из себя представлять, пока что еще не совсем ясно. Но, я так понимаю, новый игровой режим вряд ли нам дадут, потому что ровно через месяц, там, по-моему, 15 октября, заканчивается в целом весь ивент Павшей Короны. Поэтому, ну, смысл добавлять новый игровой режим всего лишь на один месяц непонятно. Поэтому я полагаю, что, скорее всего, это будет четвертый акт, как вот и прошлый акт, и просто, ну, в других немножко декорациях. Кстати, есть у меня еще одно предположение касательно Интернешнала, пока он сейчас идет. Получается, сейчас Гранд Финал, Бест 2 в 5 будут играть. Я полагаю, что либо после первой, либо после второй игры нам покажут еще что-то. Не знаю, что именно, возможно, это будет анонс Дедлока. Скорее всего, какой-то анонс, либо трейлер, либо хотя бы тизер. Что-то такое вот будет. Может быть, как бы игру кинут в открытый доступ, чтобы все могли поиграть. Но что-то по Дедлоку, я думаю, мы должны показать. И если вам интересен Дедлок, допустим, как и мне, то можете подписаться на мой новый канал по Дедлоку. Я его специально отдельно сделал, чтобы этот канал не засирать. Там уже много достаточно подписчиков, хорошие просмотры. Так что подписывайтесь, ссылочка будет в описании. В конце ролика вы ее увидите. Я там делаю всякие гайды, обзор обновлений, которые очень часто выходят, значительно чаще, чем в Доте. Так что, если играете в Дедлок или собираетесь, то обязательно подписывайтесь. Но, в целом, трейлером я доволен. Показали героя. Герой будет, кстати говоря, даже говорящий, что, опять же, приятно после Марси и Праймал Биста, когда два героя подряд вышли, просто, какие-то рандомные звуки издающие. В общем, вот такой вот, друзья, персонаж Кестрель. Знакомьтесь, привыкайте. Новый герой Доты. Ну, что ж, у меня на сегодня все. Я пошел смотреть дальше Интернешнл. Вам тоже советую. В общем, готовьтесь, ребят. Не звайте ставить колокольчик, потому что обозревать будем новых героев, когда они выйдут. Точнее, одного нового героя, когда он выйдет. И прочие события четвертого акта. В общем, друзья, не прощаюсь с вами. Еще услышимся.